Как уберечь ребёнка от травм? Об этом мы решили спросить главного детского травматолога-ортопеда Минздрава Челябинской области Олега Старикова. Он гость нашей студии. Доброе утро, Олег Валентинович. Доброе утро. Лето. Увеличивается ли количество травм у детей? Или всё нормально? Увеличивается. Идёт увеличение где-то примерно с апреля по октябрь. Потом идёт небольшое снижение. Но резкое повышение уровня травматичности? Ну, повышение, да. Можно сказать, пик идёт май, июнь, июль, август. А какие конкретно травмы получают? Что увеличивается? Ну, это в основном бытовой травматизм, то есть переломы частей сегментов скелета. Это наибольший процент случаев. Меньший процент – это множественная и сочетанная травма. Это самая тяжёлая, о которой, наверное, следует всем задуматься. Это где-то 4-6% от общего числа. То есть, ну, тоже достаточно много. И вот основные поставщики вот этой множественной и сочетанной травмы – это дорожно-транспортное происшествие и высотная травма. То есть, дети попадают под машины и выпадают из окон? Да. Высотная травма… Может быть, из деревьев, да? Залезают дети сейчас. Вот пик – это высотная травма с 3 до 5 лет, то есть как вот начал ходить, и потом уже подростковая. То есть, с 3 до 5 лет – это в основном травмы окна, сетки, выпадения через сетку москитную. То есть, вот в доме опасное место – это окна, да, москитные сетки. Ещё на какие углы квартиры нужно обратить внимание? Сейчас детям больше времени остаются дома одни. Но делают на москитные сетки, снаружи устанавливают специальные металлические противозащитники, допустим, до половины сетки. Ну, это тот, кто… То есть, лучше перестраховаться. Ну, конечно. Вот. А у подростков травматизм высотный там уже не сеточный получается, а бравада или суицид. То есть, бравада там на пятом этаже, на подоконнике. Мам, смотри, я без рук. Мам, смотри, я… Вот, ну, это… Без зубов. Девочки в основном. Девочки. Девочки. То есть, чаще всего… Чаще всего высотная травма подростковая – это суицид у девочек. Это несчастный ребёнок. Да. Олег Валентинович, ну, вот произошёл такой случай. Упал ребёнок, сорвался откуда-то. Видно, что что-то не так. Не встаёт. Или встаёт. Ну, когда упал, что делать? Лучше положить, да? Вызов скорой помощи, оценка положения на месте и контроль дыхания. То есть, если… Ну, очень сложно оценить человеку, который не знает, что нужно сделать. Ну, освободить ротовую полость от слизи. Она всегда. И ждать. Многие же вот переживают, там, скорая не едет, надо быстрее самому доставить. Скорая едет, просто, может быть, ещё повреждение внутренних органов, повреждение позвоночника – это всё как бы… Если перемещать, приподнимать, то… Всё это запрещает. Это лучше или хуже? Не нужно этого делать? Ни в коем случае. Ну, смотря, куда упал. Ну, то есть, нужно переместить на небольшое расстояние, на безопасное место. На безопасное место. А вот можно определить, ушиб или перелом, да, вот визуально родителям? Профессионал – это запросто, родителей нет. Родителей нет? То есть, только при обращении к специалистам? Сознание, контроль сознания, ребёнок в сознании, разговаривайте с ним, и контроль дыхания. Остальное, как раз, делают. Ну, а вот трампункты у нас в городе, как обстоят? И в городе, и в области с этим делаем? Значит, все трампункты… Круглосуточные они? Круглосуточные. Детский трампункт Ленина, 38, со всего города, он отвечает за весь город. И 9-я больница в Ленинском районе, бывшая ЧТПЗ, также круглосуточные. Там огромное отделение детской. А если люди, у них произошла какая-то ситуация, они без полиса, без паспорта приехали? Ну, скорая помощь знает. Это называется самотёком. Но желательно знать, куда везти. То есть, вот детский трампункт на Ленина, 38, и 9-я больница, они отвечают. Там специализированная детская помощь. Если куда-то по незнанию доставят ребёнка, всё равно его переправят туда, куда надо. Но, естественно, самотёком в, как сказать, не специализированные отделения, там всё равно помощь окажут, но быстро переправят. А вот правомерно ли утверждение, что если у ребёнка, там, в каком-то возрасте, ну, скажем, до 5 лет случился перелом, там, руки и ноги, что ему не хватает кальция в организме, да? Говорят, что у детей мягкие косточки, и не так часто они ломают. Они эластичные. Ребёнок, конструкция достаточно прочная. Вот. Там всё эластично, поэтому переломы там незавершённые, по типу зелёной веточки. То есть, не в лоскуты, в крошку, как у взрослых, а там толстая надкосница, которая всё, все фрагменты держит. То есть, в этом плане, в кавычках, лучше, да, чем у взрослых. Ну, а про кальций-то всё-таки. Нужно ли его употреблять в таких больших количествах? Нет, не нужно. Это всё с пищей. А после? Кальций-то всё искусственное. Это идёт добавка. Вся добавка, она как бы в почках будет. А после травмы? Ну, курсами можно, но это не должно быть самоцелённо, что ешьте кальций. Главное ЛФК – лечебная физкультура, движение. Это уже реабилитарно. После того, да, реабилитация с первых дней. Вот дети летом особенно любят кататься на роликах, велосипедах, скутерах. Многие родители покупают им всё это, естественно, это же чадо. Ну, вот это, да, головная боль. Беда. Это для врачей, для родителей это первое время радость, что, допустим, купили ребёнку долгожданную игрушку, допустим, например, тот же скутер. Он начинает осваивать, естественно, на проезжей части дороги, не зная, к правилу, он практически 100% он рано или поздно, в короткое время, скорее всего, попадает. И это, как правило, тяжёлая травма механическая, потому что он, кроме падения, совершает перемещение, допустим, уже лёжа юзом по… Уже с каким-то переломом… Да, с инерцией уже и получается множественная травма. Ну, вы нас предупредили обо всём. Да. Есть ещё что такое-то пожелать? Ну, травмоопасные виды развлечений в парках родители должны быть на чеку. Родители должны объяснить детям, как правильно. Как на войне всегда быть, предвидеть, куда ребёнок может пойти. В общем, надо быть всегда на чеку, надо быть нормальным, адекватным родителем, и всё тогда у вашего ребёнка будет хорошо. Ну, и детям нужно быть тоже очень внимательным. Дети должны беречь себя. Спасибо огромное. Берегите себя, берегите своих детей. А мы напомним, что в студии программы «Нашё утро» был главный детский травматолог-ортопед Минздрава Челябинской области Олег Стариков. А далее пришло время новостей.